Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Недавно я заказал с Алиэкспресс очередной повербанк, и сегодня вас ждет его полный и честный обзор. Итак, повербанк перед вами, и да, это снова Ugreen. Данную модель я заказал для себя лично. Мне немного надоело таскаться с тяжелым 20-тысячником, и я решил заиметь повербанк на 10 тысяч мАч, но при этом со всеми современными фишками. И так как именно 20-тысячник от Ugreen я считаю наиболее удачным для меня вариантом, его подробный обзор можно посмотреть вот по этой ссылке, и 10-тысячник я решил взять от того же бренда. Причем хочу отметить, что пока я не планирую заказывать 10-тысячники от других брендов, сравнивать их и создавать многосерийку, как это было с повербанками на 20 тысяч мАч. Но если вы этого хотите, то могу и передумать. В общем, если это видео наберет хотя бы 700 лайков в первую неделю, закажу еще какую-нибудь модельку или даже несколько, тем более что интересных моделей на рынке хватает. Так что ставьте лайк под этим видео, в комментариях предлагайте модели для возможного будущего обзора, ну а я начинаю. Так на обзоре сегодня модель PB137 из линейки мини-повербанк от Ugreen. Вообще в данной линейке есть сразу несколько моделей стоимостью от 10 до 16 долларов. Отличаются они поддержкой технологии быстрой зарядки, индикаторами, портами и так далее. Я для себя выбрал топовую версию за 16 долларов с поддержкой быстрой зарядки и экраном на 7-сегментных индикаторах. Кстати, радует, что Ugreen имеет склад в России, благодаря чему я получил это устройство всего за 3 дня курьером прямо в руки. Поставляется повербанк в небольшой картонной коробке с иллюстрацией и указанием всех технических характеристик. Внутри помимо самого повербанка можем найти гарантийную карточку, инструкцию на китайском и английском языках, а также короткий плоский кабель USB Type-C. Большая часть корпуса повербанка изготовлена из черного матового и слегка шершавого ABS пластика, слабо собирающего отпечатки. Торцы изготовлены из прозрачного поликарбоната, который наверняка будет царапаться. Размеры повербанка 94 на 67 на 27 миллиметров. При этом вес устройства составляет 200 грамм. Теперь взглянем на переднюю панель. Тут сконцентрированы органы подключения и индикации. Так мы получаем гнездо USB Type-C, которое можно использовать как на вход, так и на отдачу, и гнездо USB-A, которое работает соответственно только на отдачу. По заявлению производителя, каждое гнездо по отдельности может заряжать гаджеты в режиме быстрой зарядки. Думаю, для современного повербанка на 10 тысяч миллиампер часов такого набора портов вполне достаточно, хотя от дополнительного microUSB гнезда на вход я бы не отказался. Что касается индикатора заряда, то он выполнен на 7-сегментных индикаторах белого цвета и позволяет отслеживать остаток заряда с точностью до 1%. Очень удобное решение. Жаль, что напряжение и ток заряда этот экран не отображает. Ну а для активации экрана предлагается использовать кнопку на боковой грани устройства. Далее к характеристикам, и они указаны и на коробке, и в инструкции, и на самом устройстве. Так нам обещают емкость в 10 тысяч миллиампер часов при 3,7 вольта, или 37 ватт-часов. В 5 вольтом режиме повербанк должен выдать не менее 6 тысяч миллиампер часов. В режиме обычной зарядки напряжением 5 вольт повербанк должен выдать ток до 3 ампер, а в режиме быстрой зарядки мы можем получить до 12 вольт и полутора ампер. К сожалению, конкретного перечня поддерживаемых технологий зарядки, а также информации о КПД повербанка, производитель не указывает. К счастью, описание товара на странице продавца куда многословнее, здесь найдется и информация о КПД устройства, а также перечень технологий быстрой зарядки. На этом с обещаниями производителя предлагаю закончить и перейти к проверке реальных возможностей этого внешнего аккумулятора. Начинаем, как обычно, с проверки мощности. Для этого, как обычно, используем USB-тестеры и нагрузочные модули со встроенным триггером быстрой зарядки. Напомню, все ссылки на инструменты, которые я использую, а также на их обзоры, вы найдете в описании под видео. Итак, проверку начинаем с гнезда USB-A. И от данного гнезда в 5-вольтовом режиме нам обещали целых 3 ампера. Ровно столько я и выставил на нагрузочном модуле. Проверяем. И никаких проблем. Повербанк выдает 5 вольт и ровно 3 ампера. Попробуем найти предельный максимум. И повербанк смог выдать примерно 3,4 ампера. Далее напряжение сильно проседает. Что ж, это больше, чем нам обещали. Теперь активируем быструю зарядку. Итак, напряжение регулируется плавно. Значит, этот зарядник поддерживает технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и 2.0. И сейчас мы получаем 12 вольт. Это максимум, который может отдать этот зарядник. При этом нагрузка 1,5 ампера. Отлично, 18 ватт получили. Попробуем получить еще больше. И, к сожалению, зарядник упирается. Максимум, который я смог получить, это 19 ватт. Теперь проверим и другие технологии быстрой зарядки. Активируем триггер Samsung AFC. Отлично, 9 вольт получили. Технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. И, к сожалению, активировать технологию быстрой зарядки от Huawei мой триггер не сумел. Но, к счастью, сейчас у меня под рукой есть телефон от этого бренда. Давайте проверим технологию быстрой зарядки прямо на нем. Итак, подключаем смартфон и наблюдаем за показателями. И мы видим, что напряжение выросло до 9 вольт. А значит, этот павербанк все-таки может заряжать Huawei быстрой зарядкой. Теперь переходим к изучению гнезда USB Type-C. Для начала подключим к нему Power Delivery Trigger. Если на нем загорится голубой индикатор, значит технология Power Delivery поддерживается. Отлично, индикатор загорелся. Технология поддерживается. Проверим напряжение. 9 вольт поддерживается. И 12 вольт поддерживается. Отлично. Теперь проверим мощность. И мы сходу получили заявленные полтора ампера. И далее поведение точно такое же, как и в случае с гнездом USB-A. Максимум, который мне удается получить от этого павербанка 19 ватт. Что ж, хоть небольшой, но все-таки запас присутствует. Теперь задействуем оба гнезда одновременно. Итак, подключаемся к второму гнезду. И видим, что сейчас оба тестера перезагрузились. А это значит, что в устройстве установлен только один интеллектуальный преобразователь. И павербанк может заряжать только одно устройство быстрой зарядкой, либо два устройства обычной зарядкой напряжением 5 вольт. Ну а что касается максимальной мощности, то ее мы получили в предыдущих тестах. И составляет она около 19 ватт. Что касается режима зарядки малыми токами, то он у этого павербанка присутствует. Причем данный режим не требует дополнительной активации и работает по умолчанию. Так, минимальный ток, который вы можете получить от этого павербанка в районе 70 миллиампер. Этого в принципе должно быть достаточно для зарядки любых слаботочных устройств. Таких как фитнес-браслеты, умные часы, наушники и так далее. Также присутствует и режим проточной зарядки, при которой одновременно заряжается и сам павербанк, и устройство от павербанка. Но как и в случае со многими другими павербанками, в таком режиме получить от него многое не получится. И все, что нам доступно, это примерно 4,8 вольта и 1 ампер. Далее проверим, насколько сильно пульсирует напряжение павербанка в разных режимах. Сейчас выставлен режим 5 вольт 3 ампера. Пульсации 99 милливольт или около 2%. Напомню, идеальными считаются пульсации до 1% от номинального напряжения. Ну а в нашем случае мы имеем дело с нормальными пульсациями. Теперь проверяем пульсации в режиме 12 вольт 1,5 ампера. И пульсации составляют 176 милливольт, то есть чуть более 1%. Следующая проверка будет главной для многих зрителей. Измерим емкость павербанка. Напомню, заявленная емкость павербанка 10 000 мАч при 3,7 вольта или 37 ватт-часов. Измерять будем именно в ватт-часах, так как значение ватт-часах можно сравнивать и сопоставлять без учета напряжения. Как рассчитывается емкость павербанка и почему нельзя в лоб сравнивать заявленные милиампер-часы с теми, которые покажет тестер, я очень подробно рассказал вот в этом видео. Кстати, как думаете, может стоит снять отдельное видео, целиком посвященное тому, как устроен и как работает павербанк? Если вы за, напишите об этом в комментариях. Итак, как обычно, тест проводится полностью на ваших глазах. Сейчас вы можете наблюдать за ускоренной разрядкой павербанка током в 1 ампер. Напомню, интересные нам ватт-часы отображаются на экране синим. И чем ближе итоговое значение к 37 тысячам милливатт-часов, тем честнее заявленная емкость и тем эффективнее работает павербанк. И по итогу, спустя почти 7 часов, павербанк выдал потрясающий результат в 35,7 ватт-часа. Почему я считаю этот результат потрясающим, я поясню вот в этой таблице с полным расчетом. Так, если сопоставить заявленные 37 ватт-часов с полученными 35,7 ватт-часа, получается, что потерялось всего 3,6 процента. А КПД павербанка составляет 96,4 процента. На мой взгляд, этот результат выше всяких похвал. И он полностью повторяет результат 20-тысячника от того же бренда. Кстати, в этом свете очень странно, почему Ugreen так сильно перестраховывается, заявляя КПД всего в 80 процентов. И да, естественно, я могу на все 100 подтвердить заявленную емкость в 10 тысяч миллямпер-часов при 3,7 вольта. Ну и наконец, последний момент, который я проверил. Время полной зарядки павербанка с 0 до 100 процентов. Проверял в двух режимах. При зарядке от Quick Charge зарядника и при зарядке обычным 5-ти вольтовым зарядником. Так, в режиме быстрой зарядки павербанк потребляет 9 вольт и 1,8 ампера. И заряжается за 2 часа 25 минут до 90 процентов. А оставшиеся проценты добирает постепенно снижающимся током еще за час с небольшим. От обычного зарядника павербанк будет заряжаться на час дольше, потребляя 5 вольт 2,7 ампера. Стоит оговориться, что такой ток может выдать далеко не каждый зарядник. Это стоит учитывать. Вот теперь можно объединить все полученные данные воедино и дать итоговую оценку сегодняшнему подопытному. По традиции, для вашего удобства, все результаты я свел в единую таблицу. Так я могу похвалить павербанк за честную мощность, она по факту оказалась чуть выше заявленной. Также радует поддержка всех наиболее актуальных технологий быстрой зарядки. Ну а самый жирный плюс павербанк однозначно получает за эффективность. Потери энергии составили менее 5 процентов, что как я говорил, просто отличный результат. Что касается минусов, то меня немного огорчили пульсации. Они хоть и укладываются в 1,5-2 процента от номинала, но хотелось бы еще меньше. И в целом я получил именно то, что хотел. Легкий и компактный павербанк с высоким КПД и честной емкостью, способный минимум 2 раза зарядить мой смартфон с аккумулятором на 4000 мАч или около 15 Вт-часов. Причем сделать это достаточно быстро. Так что о покупке я совершенно не жалею и могу смело рекомендовать его вам. Свои 16 долларов PB137 точно стоит. Ну а если вы все же хотите посмотреть обзоры и на другие десятитысячники, напоминаю про наш уговор. Собираем 700 лайков под этим видео и я заказываю нового подопытного. Ну а на этом пожалуй все. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто не нажал на колокольчик, нажимайте. А также комментируйте нашу самодеятельность и делитесь роликом с близкими. В общем смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.